В рамках доработки того механизма изъятия, который предусмотрен, необходимо предусмотреть следующие основные вещи. Первое – это сокращение срока неиспользования земельного участка до трех лет. Следующее – установление обязанности субъекта изъять земельный участок, вернее, обратиться с иском в суд об изъятии земельного участка в течение одного месяца с даты поступления материалов от Россельхознадзора о его неиспользовании. Также предлагается установить возможность снижения начальной цены земельного участка на 20% в случае отсутствия спроса на такой участок. Это имеется в виду при проведении повторных торгов. Самое главное, какую цель мы преследуем для внесения нового законопроекта, потому что, по сути, у нас есть существующий законопроект, есть, безусловно, те изменения, которые важно учесть. Но остались те проблемные вещи, которые на сегодняшний день не решат те ключевые проблемы, не позволяющие сегодня эффективно использовать землю, не позволяющие сегодня привести к мотивации как землепользователей на уровне пайщиков земельных удалей, так и тех землепользователей, которые, в общем-то, приобрели земельные массивы и сегодня в той или иной мере используют землю. Проблема действительно сложная. Она охватывает сразу три достаточно сложных аспекта. Первый – правовой, потому что, когда речь идет об изъятии, о принявительном прекращении права на земельный участок, ну, вроде бы, как у сельхозтоваропроизводителей или у того лица, который из себя делает вид, что он, товаропроизводитель, держит у себя землю, ну, как же так, у него средства производства убирают, насколько это правомерно, да? Второй аспект – это экономический. Будет ли от этого польза, будет ли от этого элементарный экономический эффект. Ну, и третий момент – это социальные составляющие, потому что здесь могут быть задержаны, задействованы достаточно большие слои граждан.